МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам февраля средний чек россиян упал на 13,5% и составил 499 рублей. Именно столько потратил наш с вами среднестатистический соотечественник за один поход в магазин. Лидерами по сокращению оказались центральные и дальневосточные округи. Там падение до 21%. На Урале эта цифра меньше, минус 10%. Региональные рейтинги есть и у нас в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это итоги. Здравствуйте. Нам есть о чём с вами поговорить. Зимние губернаторские твои. О позиции Тюменской области на корпоративной карте мира сегодня говорили в научной библиотеке. Сами мы неуместные. У нас такие деревья были. Яблоки все плодоносили. В Тюменском районе разгорается скандал вокруг земельного спора. Время – деньги. Городские депутаты наконец-то определились со стоимостью часа парковки у Тюменской администрации. Один в поле – воин. Что живёт в Тюменске хатику на Тюменской трассе. Якобы его хозяева погибли в автокатастрофе, но никто об этом не знает. Хатик из трассы. Так окрестили одинокую собаку, живущую вблизи села Беркут. 24-е губернаторские чтения, кстати, первые в этом году прошли сегодня в областной научной библиотеке. На сей раз речь пошла о путях укрепления позиций Тюменской области на корпоративной карте мира. Тема глобальная, но проблемы вполне локальные. Мы уже привыкли, что у нашего региона и климат, инвест привлекательный, и экономика развивается на фоне общероссийского спада. Но есть во всей этой благостной картине и то, на что следовало бы обратить особое внимание. Как раз об этом говорил московский лектор. Кто на сей раз рассказал, как на Руси жить лучше, узнаем у Владимира Портникова. От того, какой у региона инвестиционный имидж, зависит если не все, то очень многое. Открытие новых производств, появление рабочих мест, общее благосостояние населения. Эти слова Владимира Якушева стали красной нитью 24-х губернаторских чтений, тема которых – пути укрепления позиций Тюменской области на корпоративной карте мира. При всей значимости иных сфер человеческой жизни и регионального развития, при том, что происходящее в них нельзя механистически сводить к экономике, именно экономика остается нашей главной заботой. Особенно сегодня. Экономические тренды ближайшего будущего, расширение бизнеса на восток, причем не только в границах нашей страны, и привлечение в производство прямых иностранных инвестиций. Так совсем скоро деньги могут понадобиться Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу. Мы уже сейчас задумываемся и работаем над созданием территории для того, чтобы создавать гидрокрекинг. Это последняя стадия, так сказать, нефтеперерабатывающего завода, с тем, чтобы увеличить рентабельность этого завода. Он достаточно дорогой, требует порядка 900 миллионов долларов, но мы нацелены на то, чтобы его воплотить в жизнь. Сегодня новые производственные объекты – это и доходная часть бюджета, и способ привлечь в регион иностранных туристов. Именно так происходит системное формирование имиджа региона. Перспективное направление – это промышленный туризм. То есть порядка тысячи и более туристов уже побывало на площадке холдинга Сибур. Среди российских регионов Тюменская область не первый год в числе лидеров по привлечению инвестиций, но предела совершенству нет, считает основной докладчик губернаторских чтений. Алексей Кузнецов уверен, для развития экономики важно уметь не только брать, но и отдавать. В тот момент, когда сейчас пройдет этот период санкций, и опять будет новая волна, она будет неизбежна, экспорты российского капитала включится в работу, в том числе, по поддержке российского бизнеса за рубежом. А еще особое внимание стоит уделять вопросу кадрового обеспечения. Но и тут Тюменская область идет ногу со временем. Только в высшей школе за последний год произошло два беспрецедентных события. ТюмГУ попал в проект 5100, а нефтегаз, объединившись со строительным университетом, стал опорным вузом региона. Владимир Поротников, Тюменское время. Ну это в общем, а теперь о частности. В своей речи Алексей Кузнецов выделил пять основных направлений, по которым лучше двигаться в Тюменской области. Первое. Нам не хватает информации о регионе на иностранных языках, прежде всего в интернет-пространстве. Если об английском еще помнят, то о китайском задумываются редко. Второе. Тюмень должна быть не просто периферийным городом. Нужно повышать ее узнаваемость и престиж. Третье. Не забывать об интеграции с Восточной Азией в помощь проекта «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Четвертое. Юг региона. Пора начинать ассоциировать не столько с нефтью и газом, сколько с индустриализацией. Ну и, наконец, поддерживать зарубежную экспансию местной компании. То есть не бояться выходить на международный рынок. Знакомиться с московским гостем продолжим во второй части программы. Ну а пока, ну, пока снова поговорим об инвестклимате. Дело в том, что сегодня был последний день опроса российских предпринимателей для составления рейтинга инвестпривлекательности регионов. Кто не успел, тот опоздал. Теперь будем ждать результатов. Проводит опросы агентство стратегических инициатив. Уверяет, что совершенно конфиденциально. Цель. Узнать, сколько времени, средств и нервов тратит бизнес, чтобы получить госуслуги. В прошлом году Тюменская область заняла в рейтинге не самое высокое. 15-е место. Ну, посмотрим, что изменилось. Действительно интересно и Тюменская область, поскольку пододвинется в этом рейтинге при этой активной деятельности. На Тюменской инвестиционном форуме прозвучали интересные заявления от руководителей области, что там Тюмен, например, занимает лучшее место России по подключению к газу. Ну что ж, давайте послушаем предпринимателей. Прежде всего, нам интересно их мнение, их оценка. Представители агентства заявляют прямо. Оценка предпринимателей им куда интереснее сухих цифр статистики. А вот следующая новость, как раз цифра решила все. Ну, точнее, эту цифру наконец-то решили озвучить. 25 рублей в час буквально через месяц будут платить автомобилисты за пребывание на платных парковках возле администрации Тюмени. На улицах Ленина и Герцена. При этом городские депутаты оставляют за собой право тариф пересмотреть. Если стоянки будут пользоваться спросом, цену поднимут на 5 рублей. Если нет, понизят на столько же. Доходы, это больше 4,5 миллионов рублей в год, пойдут в бюджет Тюмени. Окончательно утвердить тариф должны на следующей неделе на заседании Думы. То оборудование сегодня, которое установлено, оно имеет техническую возможность не только оплатить с одного паркомата за другую парковку, но также вы имеете право позвонить. Если вдруг у вас, скажем, нет у себя пластиковой карты или, скажем, не хватает денег на телефоне, чтобы оплатить СМС, вы можете позвонить своему другу, маме, папе, кому угодно, знакомому для того, чтобы он это мог осуществить с любой точки мира, оплатив, скажем, это СМС-сообщение. Ну да, уже вижу эту картину. Вообще, что касается перспектив, в ближайшие годы в Тюмени планируют ввести 3,5 тысячи таких платных машин и мест. Понимаю, что больше всего сейчас интересуют телезрители. А будут ли сотрудники городской администрации платить за парковку? Да, будут. Депутаты на этот вопрос ответили однозначно. Ну и еще один интересный факт о тарифе. Пересматривать его, похоже, смогут раз в полгода. Максимальную сумму уже обозначили 87 рублей. И это потолок. Кстати, почти московский в столице стоимость парковки варьируется от 40 до 130 рублей за час в зависимости от удаленности от центра. Сторонники внедрения платных стоянок в регионах как раз на опыт Москвы ссылаются. Дескать, это поможет разгрузить центры городов от частного транспорта и увеличить трафик. По этому пути пошли уже и Катеринбург, и Краснодар, и Санкт-Петербург, Саратов, Ростов-на-Дону, Пермь. Да что уж говорить, недавно появилась информация, что власти Сургута вычерчивают схемы платных парковок. Как раз из-за чертежей разгорается очередной земельный конфликт в Тюменском районе. На сей раз в поселке Вензеле. Долгое время местные жили не тужили, как и в любом небольшом населенном пункте. Осваивали владения вокруг своего многоквартирника. У кого-то появились сараи, кто-то использовал место под город. Но вся эта безмятежность закончилась, когда неожиданно появился новый собственник, ставших уже родными и близкими. Грядок, кустов, насаждений. И постановил тут быть коттеджем. На кого последняя надежда у отчаявшихся селян? Расскажет Лариса Соловьева. У нас такие деревья были. Яблоки все плодоносили. Вишни тоже. Клубника была. Смородина была. Сейчас ничего. К новому виду из окна жильцы смогут привыкнуть не скоро. 20 лет работы теперь превратились в руины. Дом построили в 81-м году железнодорожником. Есть документы о выделении земли. В 2012-м ведомственное имущество передали муниципалитету. А в 2015-м оказалось, что территория, которую они считали своей и чужая, на месте их огородов должны появиться коттеджи. Мы об этом узнали в марте прошлого года, 15-го года, когда к нам уже конкретно начали приходить письма с угрозами. Всякие там объявления начали вывешиваться о том, что вы должны быстро-быстро все это собрать. Уходить без боя жители отказались. По делу до сих пор идут слушания, и решение окончательное не вынесено. Но новый владелец уже начал осваивать земли. Все, что создавалось много лет, было разрушено за несколько часов. Вот много. Смотрю, трактор полностью. Смотрю, у меня теплица полностью. Думаю, что они делают. Теплицу схватили, вторую сходили. И полностью у меня понесло. Я говорю, стойте, стойте. Жильцам удалось отстоять часть построек. Но если свое право на землю они не смогут доказать в суде, то об огородах придется забыть. Раз, два, три, четыре. От дома до красной ленточки ей застройщик оградил свои владения от силы 5 метров. С торцов еще меньше. Это все, что осталось жильцам многоквартирного дома. Здесь пройдет дорога, там планируется парковка. И в новый коттеджный поселок этот дом никак не вписывается. Между тем, существует закон, по которому земельный участок многоквартирного дома передается в собственность владельцев квартир в сложившихся границах. Но когда у земли есть уже новый хозяин, решить спор может только суд. Доказываем суду, что у нас сложившиеся границы, это точки координат. Эти точки координат накладываются на предоставленный участок, что тогда дает нам право и возможность оспаривать установленные границы вот этого третьего лица. По резонансному конфликту высказался в своем блоге губернатор Владимир Якушев. Он подчеркнул, что начиная любой проект, необходимо согласовывать действия с людьми, чьи интересы он может затрагивать. И взял ситуацию под личный контроль. Между тем, жильцы ждут очередного заседания и дежурят на опломках своего имущества, чтобы спасти то, что еще не разрушено. Лариса Славьева, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Но вот тут осталось понять вообще, как вмешательство губернатора Тюменской области повлияет на всю ситуацию. Но, конечно же, все решает. В итоге суд самый гуманный. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Да, добрый вечер. Я тоже думаю, что нужно дождаться его решения суда. А пока предлагаю перейти к новостям от Сюменских интернет-изданий. Обзор с ним у меня уже готов. Только если они интересные, обещаешь? Безусловно. Хорошо. Продолжение следует... По его словам, 90% инвест мероприятий Фортума потребовалось бы компенсировать из казны. Вложения оценивались в 19 миллиардов 700 миллионов рублей. А вот новый проект не превысит 50 миллиардов. Разработка схемы завершится в конце года. Остудит ли это пыл Козака, непонятно. Водосточные трубы на центральных улицах Тюмени теперь украшают полиэтиленовые пакеты. Уникальная разработка специалистов управы заинтересовала портал «Наш город». Как оказалось, примотанные к трубам мусорные мешки спасут тротуары от наледи. Талая вода не попадет с крыши на брусчатку, а будет собираться в пакете. Но проверим, что из этого выйдет. Как только потеплеет, надеюсь, что вывозить мешки с водой коммунальщики готовы регулярно. Тюменцы оказываются сильны в математике. ТАСС сегодня рассказывает о результатах всероссийской онлайн-контрольной по этому предмету, которую проводили Яндекс и Высшая школа экономики. Она называлась, что и требовалось доказать. Так вот, 40% участников написали ее на двойку. На хорошо и отлично чуть больше 30%. Лучшие результаты зафиксированы как раз в Тюмени, Калининграде и Владивостоке. Больше 45% участников из этих городов справились с контрольной на 4 и 5. Не очень массовая, правда, эта контрольная была. Всего 140 человек из Тюмени области ее написали. 140, да, говоришь? Вот тут могу предположить, у нас недавно открылась физико-математическая школа. И там примерно плюс-минус... Я понимаю, к чему ты клонишь. Честное слово, чтобы не посрамить имидж региона, я бы посадил всех умненьких и сказал, ребята, пишите контрольную. Главное, что помогло. Ну, слушай, чтобы нам, гуманитариям, было не обидно, я предлагаю тоже тюменцам немножечко проснуться и совсем скоро, почти ровно через месяц плюс один день, тоже взяться за ум. Ты говоришь сейчас, наверное, о тотальном диктанте, о проверке грамотности. А ты прозорливо, прозорливо, да. Пойдем? Давай, давай сходим. Тебе большое спасибо, я продолжу. Ну, как я и обещал, возвращаемся к главной теме дня. Гостем программы ТСН «Итоги» сегодня стал Алексей Кузнецов, докладчик на 24-х губернаторских чтениях. В свои 37 лет он уже доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. Нашему же региону он сегодня давал советы, как жить дальше в это непростое время и стать еще привлекательнее для инвесторов. Все ли получилось? Об этом мы поговорили с ним сразу после лекции. Много нам рассказывали и о инвестиционной привлекательности нашего региона, и о том, насколько мы, может быть, где-то ошибаемся. Но у вас сегодня была, мне кажется, такая вот самая критичная речь. Вы так не считаете? Я своей задачей как раз считал показать те вещи, куда Тюмень должна еще напрячься и двигаться. И я надеюсь, что если это была критика, то это была исключительно дружественная и позитивная критика, потому что регион у вас действительно успешный. Есть объективные проблемы, которые у вас существуют, включая удаленность от европейской части России. А есть какие-то вещи, которые всегда работали на вас, но на этом нельзя жить вечно. Это, прежде всего, доминирование нефтегазового сектора. И тоже, опять-таки, предлагал посмотреть, что, коль скоро Тюменская область, именно южная ее часть, отошла от этой специализации и пытается диверсифицироваться, это надо всем и показывать, и это демонстрировать. А насколько должна меняться инвестиционная политика в связи с внешними нашими политическими и экономическими историями, которые происходят последние несколько лет? Корректировать приходится, потому что действительно есть инвесторы, которые ушли, есть инвесторы, которые призадумались. Более того, вопрос же не только политической ситуации, но вопрос реальной экономической конъюнктуры. У нас сейчас спад экономики, ну и все вытекающие из этого проблемы для инвестиционного климата. А есть вообще какой-то блок огромных инвестиционных задач, стоящих перед органами госвласти, которые совершенно не меняются от внешних условий. Сокращение бюрократизации, там еще что-то, ну эти вещи. Наоборот, наверное, санкции – это тот повод, когда задумывается, что надо ускориться в этом направлении. Долгое время мы говорили, что Китай – один из лучших наших друзей вообще на мировой арене. И вы сейчас говорите о том, что в том числе Тюменской области нужно наконец-то уже развернуться к этим инвесторам и говорить, ребята, мы совсем рядом, приходите к нам. Это вот связано опять же с конъюнктурой или потому что близость? Я не сторонник разворота к Китаю. Я считаю, что Евросоюз останется нашим ключевым торговым инвестиционным партнером на многие десятилетия. Но это не отменяет диверсификации. И Китай – это один из важных игроков. Поэтому если мы видим, что китайцев практически нет в Тюмени, Тюмень стоит на Транссибе, который формально входит в экономическую зону шелкового пути, то возникает опять вопрос. Китайцы формально должны сюда прийти. Китайцы, в принципе, куда-то идут, к вам не идут. Значит, логичнее за это вывод. Сделать все, чтобы они сюда пришли. Но вот вы тоже про туризм говорили, что к нам вообще не хотят сюда ехать особо. Это вот нам с этим свыкнуться и понять, что ничего с этим сделать невозможно? Нет. Но опять-таки, значит, не хотят с этим свыкнуться. Я сказал, что вы не сможете стать туристическим регионом. Это не значит, что вы не можете нарастить потоки туристов. И этим не надо заниматься. Просто, понимаете, у нас всегда любят крайности в стране. Что если туризм, то это уже все, отрасль специализации. Туризм, даже если он не заработает как отдельная отрасль экономики, будет такая второстепенная сфера деятельности, то он может одновременно способствовать росту имиджа. Ну, сегодня губернатор очень хорошо сказал по поводу спортивных мероприятий. Вы с каким настроением из Тюмени уедите? Как вам здесь? Хороший. Мне понравилось. Я уже успел сегодня даже рано утром поморозиться, прогуляться. Надеюсь, у вас получится. И в прошлый раз не обижаться на критику. Я хотел только помочь, как бы попытаться со стороны показать какие-то вещи, которые часто внутри не замечаешь, просто потому что живешь внутри. Ясно, большое спасибо. Спасибо вам. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на сайте humantime.ru, а также на ютубе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в фейсбуке, вконтакте. Впереди у нас новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. В Упоровском районе местные предприниматели обсудили проблемы в сфере услуг. Так, не хватает парикмахерских и ремонтных мастерских. Это ниши для развития бизнеса. Также есть большие перспективы в переработке сельхозпродукции и в животноводстве. Например, можно создать овцеферму. Клашмановские предприниматели продолжают совершенствовать процесс переработки рыбы. Сейчас предлагают покупателям свежую, вяленую и копченую продукцию. Начинали с речной рыбы. Недавно по просьбам потребителей стали завозить и морскую. В Тобольске проходит региональный обучающий семинар волонтеров под флагом «Доброй воли». Более ста добровольных помощников из Уфы, Ханты-Мансийского округа, Алтайского края два дня будут учиться помогать ветеранам, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья. Савдуковский агропромышленный техникум стал площадкой регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства. Участие в нем приняли 13 студентов, автомехаников из семи училищ Тюмени, Погай, Елутровска и Заводуковска. Жюри проверило и практику, и теорию. 20 вопросов и две задачи с расчетами. На трассе в районе села Беркут поселился Тюменский хать. С такими заголовками накануне начали перепечатывать друг друга региональные интернет-издания. Большинство из них сошлись во мнении, что собака живет в чистом поле уже около года. Кто-то даже предположил, что верный пес ждет своего погибшего хозяина. Всем неравнодушным, кто собирается в сторону Елутровска, предложили взять с собой еды и подкормить животное. Узнать всю правду и не дать умереть четвероногому с голода отправилась моя коллега Ирина Акопян. К людям собака относится с осторожностью, так же, как и к гостинцам. Тем не менее, безымянный пес пережил под открытым небом даже лютые холода. Впервые животное, сидевшее на трассе в районе села Беркут, заметили в октябре 2015-го. Те, кто проезжает мимо или специально заглядывает покормить собаку, поначалу выдвинули невероятную версию. Живет в Тюменской хатике, на Тюменской трассе. Якобы его хозяева погибли в автокатастрофе, но никто об этом не знает. Говорят, что собаку даже забирали домой, но она вернулась на прежнее место. Но это так же, как и версия про гибель хозяев, только слухи. Осенью прошлого года автомобильных аварий в районе села Беркут не было. Да и поведение хатика инструктор по дрессировке Надежда Сонич считает, скорее, исключением из правил. На мой взгляд, это скорее красивые легенды. Вполне вероятно, что такое в жизни не встречается, но я с таким не сталкивалась. Если она легко адаптируется, то легко привыкает к другому человеку. Вылавливать собаку специалисты не советуют. Убегая от человека, она может оказаться на трассе. Это приведет или к аварийной ситуации, или в худшем случае к гибели животного и людей. За судьбой собаки с первых дней следят волонтеры группы помощи «Живи». Ирина Бутакова надеется, что у них получится найти животному хорошего хозяина. Но только в смерть предыдущего женщина не верит. Скорее всего, как обычно, собака не нужна. Собачку высадили, чтобы собачка не прибежала. То есть это как раз вопрос об ответственности людей, которые держат животных. Чтобы их желание взять животное было соразмерно с их желанием нести за него ответственность. О том, что сегодня таким образом избавляются от питомцев многие, волонтеры из «Живи» знают не понаслышке. Сейчас они содержат почти сотню брошенных псов, и далеко не все из них обретут новых хозяев. Ирина Копян, Павел Михайловский. Тюменское время. Ну, в общем, если будете проезжать мимо, остановитесь. Вдруг именно вы тот самый хозяин, кого ждет пес. У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события, и нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»